И на моём YouTube-канале тоже. И подписывайтесь на него. Роман Цумбалюк, корреспондент агентства Униан, украинского агентства Униан. Здесь у нас в студии в качестве жилого гвоздя. Роман, доброе утро. Доброе утро. Роман пришёл со своей камерой, здесь пытается захватить Лиховской в кадр, чтобы с красивой женщиной. Я не влезаю. Никак. У меня почему-то с утра начала селфи-палка шататься. Не знаю, с чем это вызвано. Обычно такого не бывает. Надеюсь, что не мы в этом причина. Ну так вот, я хочу обратить внимание, раз Роман Цумбалюк так это дорого, у него есть YouTube-канал. И там вы сможете посмотреть эту передачу с другого ракурса, потом, когда посмотрите. А, кстати, вы тогда скажите, что можно подписаться на мой YouTube-канал? Конечно, подписывайтесь на YouTube-канал. Да, найти можно очень просто. Роман Цумбалюк. Мы там ведём, просто, можно увидеть, просто абсолютно кристальный взгляд со стороны киевских холмов на ситуацию, которая происходит между Украиной и Россией. Ну, на войну. С вашего позволения, давайте сначала чуть-чуть внутри Украины, если можно. Хотя это всё равно влияет, и, конечно же, это и Украина-российские тоже отношения. У вас предвыборная кампания сейчас на Украине, мы в Украине, как хотите, мы тоже за этим следим. И у вас сейчас лидирует комик. Объясните нам, почему? Ну, слушайте, а что тут удивительного? Ну, во-первых... У нас ни разу не лидировал комик. У вас вообще никто, кроме Владимира Путина, не лидирует. Поэтому уже много лет, и никаких шансов у вас на комиков своих нет. Потому что те, кто комик, они тоже уже повзрослели. Я про кремлёвских старцев. А у нас, ну, всё объяснимо. Во-первых, после революции достоинства были высокие ожидания. А жизнь и ожидания у них очень редко совпадают. Это первое. Во-вторых, есть запрос на новые лица. Это второе. И в-третьих, да, это как бы звоночек действующей властной команде, в первую очередь Петру Алексеевичу, что надо было лучше работать. И если он и победит, что абсолютно не факт сейчас, то, надеюсь, он сделает выводы из этого. Победит Порошенко вы имеете? Ну, мне кажется, шансы у него пока такие есть, как бы. Потому что, как бы, протестный электорат, запрос на новые лица, это одно. Как проголосуют, я не знаю. Потому что, вот, тут надо мне очень осторожно выбирать слова, потому что в Украине услышат, что вроде как, чтобы не... А там обязательно услышат. Не оказалось так, что я поддерживаю какого-то из кандидатов. Но, вот, для меня, как для гражданина Украины, для кандидатов в президенты, самый главный, как бы, критерий, по которому я буду выбирать, это вопрос безопасности и политика обороны по отношению к Российской Федерации. Потому что, если не будет безопасности, не будет обороны, не будет государства Украины, и уже мои дети не смогут выбирать президента Украины. А я хочу, чтобы у них такая возможность была. Ну, хорошо. Вот у меня на слуху, например, только две фамилии, Порошенко и Зеленский. А как это интересно на Украине? Уже Тимошенко нет. В Украине. Хорошо, Тимошенко. Есть еще кандидат, который ведет интересную кампанию? Ну, вот, мы в России об этом просто не знаем. Ну, у нас там такой длинный бюллетень в этом году. Нет, это понятно, но интересная персона. Слушайте, на самом-то деле, как бы, с точки зрения реальности на победу, есть только три фамилии, которые реально претендуют. То есть, это Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Кто из них победит? Ну, да, это настоящая демократия, страшное слово в России. Потому что никто не знает, кто победит. Скажите, а много говорят о Зеленском, не знаю, может быть, это пропаганда о нем так говорит и так далее, что он такой не очень настоящий кандидат, и он к какому-то настоящему может слить в какой-то момент? Как можно относиться к этому? Я так не думаю. Во-первых, я знаю лично людей, которые собрались за него голосовать. Они абсолютно, скажем так, не глупые. Они не собираются свой голос продавать за гречку. Некоторая аргументация, например, мне их непонятно. Некоторые говорят абсолютно разумные вещи. Но факт остается фактом, что каждый гражданин Украины имеет один голос, и он равноценный. И в этом плане я как бы уважаю выбор любого. Ну, и в связи с тем, что в штабах я не работаю, агитировать нет в этом смысла. А каким был, на ваш взгляд, самым благоприятным исход этих выборов для Москвы? Для Москвы благоприятного выхода в данном случае нет. Даже Тимошенко? Слушайте, в обозримом будущем никаких пророссийских кандидатов после всех преступлений вашего государства против Украины не будет. Понятно, что если мы говорим как бы сугубо о российском аспекте, то здесь, в Москве, хотели бы, чтобы произошло изменение фамилии президента Украины. Потому что нашего Петра Алексеевича можно за многое ругать, за очень много-многое, но в части политики по отношению к России он как бы флажки не передвигает. У него позиция как бы железобетонная, а русские должны уйти с оккупированных территорий. И за все эти годы то, что Владимиру Владимировичу удалось достичь на украинском направлении, было достигнуто в большинстве своем 5-й танковой бригадой под Дебальцево, ну и другими воинскими подразделениями, которые вроде как нет, но почему-то не все вернулись из этой операции живыми и с медалями. Многие вернулись с медалями, но не живыми. Вот, поэтому как бы для Москвы это важно. Но у нас все-таки, как бы мы же выбираем президента в комплексе, и оценивают его работу не только по вопросам безопасности и внешней политики, а в том числе и по внутренней политике. Вот здесь как бы, ну, не все довольны деятельностью Петра Алексеевича. Я правильно понимаю, что украинский избиратель в основной своей массе, или вот такой, как вы, я не знаю, готов закрыть глаза на что угодно, ну, включая, например, коррупцию, если будет продолжена жесткая линия по отношению к Москве? Не совсем. Никто ни на что не собирается закрывать глаза. А почему вы, как бы, одно, как бы, противоставляете? Если вот эти, как у нас сейчас самое шумевшее расследование, когда хлопчики, как у нас говорят, обворовывали нашу армию, то я не собираюсь, например, как и гражданин, как и избиратель на это закрывать глаза. Да, я не сторонник суда Линча над хлопчиками. Пусть разбираются. И слава богу, что в нашей стране есть кому этим. Есть и журналисты, которые всегда укажут пальцем на воров. И у этих людей, надеюсь, так оно будет, будет возможность оправдаться и так далее, и так далее. Просто я, опять же, смотрю на эту ситуацию немножко шире. Потому что за последних пять лет, если мы посмотрим кадры начала российского военного вторжения на украинскую армию сейчас, она, ну, скажем так, мягко говоря, отличается очень сильно. Это видно и визуально. Я не забыл, как мы собирали деньги на бронежилеты нашим солдатам. Теперь об этом вообще никто не поднимает вопрос. Потому что любое видео с фронта посмотришь, у наших военных есть все для того, чтобы защищать нашу родину от вас. Да, ну, надеюсь, будет больше в плане технологичности. Ну, что там для военных нужны приборы ночного видения, там, ну, не знаю, какие-то роботы и так далее. Но в целом шаг сделан очень серьезный. И даже здесь уже не рассматривают всякие-то дебильные теории на тему «это все наше, это Новороссия». Даже тут уже это слово подзабыли. А подзабыли благодаря простому украинскому солдату, который ценой своей жизни остановил русских оккупантов там, где остановил. — Тут спрашивают, много поминают Анатолий Шари, он и здесь на нашей радиостанции довольно много выступает. И, насколько я понимаю, я не слышал его выступления, ничего не знаю по этому поводу. Насколько я понимаю, он упоминал какие-то случаи подкупа избирателей со стороны Порошенко. Я думаю, вам знакома эта тема, мне почему так кажется. Значит, вот такими не самыми честными технологиями занимаются практически все основные кандидаты. Это суровая реальность. Что касается Анатолия Шаря, он талантливый манипулятор. И, по сути, что я время от времени смотрю его блоги, он занимается тем, что мощит Петра Алексеевича. И там, где задело, и там, где не задело. Ну, я в связи с тем, что стараюсь быть все-таки репортером, я вижу и хорошие стороны его, и плохие. Вот, собственно, и все. — Ну, то есть подкупом у вас занимаются все, это нормально. — Подождите, там же они, как бы, такую схему... — Я так услышал, извините. — Схему такую интересную придумали, как материально стимулировать избирателя, но при этом как-то не выйти за рамки закона. Не знаю... — То есть это не подкуп, это стимулирование избирателей. — Похоже на трех диалог вчера. — Не знаю, есть ли противоречия в моих словах, но у нас, слава богу, даже силовики не все президенту подчиняются. Поэтому, как бы, пусть разбираются. Смысл в чем? Вот все вот эти вот грязные делишки, они на глазах у общества. Это касается многих кандидатов. Я только про Зеленского ничего не слышал, чтобы он там кого-то пытался. — Ну, его, я так понимаю, в основном критикуют за бизнес с Россией в России. — Ну, я думаю, что это не самое страшное. Мне, например... — Правда? В воюющей стороне бизнеса это норма? — Послушайте, послушайте. — Нет, нет, нет. Ну, мы имеем такую ситуацию, какую мы имеем. — Хорошо, это не самое страшное. Что, страшнее? — Она неоднозначна. Я считаю, что в ситуации, в которой мы находимся, для того, чтобы победить, нужно идти на любые меры. Вот, например, последний этот оборонный скандал, да? Как бы, ну, за это наш президент предлагает или когда-то говорил, что надо рубить руки. Я считаю, что за это надо рубить головы. Но в этой истории есть какая интересная загогулина. Оказывается, это контрабанда запчастей к украинским танкам шла к России. И что мы получаем? Это получается, что Российская Федерация оснащала наши танки, запчасти, чтобы мы потом уменьшали количество, их там нет, на Донбассе, на линии фронта. Это очень интересная, как бы, ситуация. — Теперь я понял, теперь я понял, почему наши официальные лица возражают против поставок оружия, американского оружия Украине. Это просто бизнес, ничего более того, просто конкуренция. Мы прервемся на пару минут, с Романом Цымбаляком продолжим, а в Ютьюбе продолжаем прямо сейчас. Ой, да ладно, меня можно было не обязательно. — Ну, как-то, что-то. — Спрашивались, продолжая разговор про Порошенко, я думаю, что мы с предвыбранной кампанией закончим в радиоэфире. Нет, не упадет, я сердце сводил. Значит, спрашивали вчера наши пользователи, почему журналисты из России, которые у вас живут, там, Гонопольский, я не знаю, Киселев и там кто-то еще, почему они за Порошенко спрашивали? — Ну, слушайте, во-первых, если мы говорим о российских журналистах, которых вы перечислили первых двоих, мэтры в российской журналистике в прошлом, они же работают на телеканале Петра Алексеевича, на прямом канале. Было бы странно, если бы было бы по-другому. — Ну, то есть это принадлежность прям, медитная. — Вот. Но, знаете, если человек является журналистом, это же не значит, что у него не должно быть позиции своей. — А какая у вас? — Например, многие вещи, которые пишет Бабченко, я их тоже разделяю. Не все, потому что сейчас начнется, там, ты неправильно скорбишь. Я никогда ничего не пишу по поводу погибших людей, особенно вне зависимости от того, кем они были. — Можно громко говорить. — Да. Но у него же какая главная линия, что если Украину прогнут как государство, не станет государство, то не может шансов даже там в какой-то перспективе что-то изменить. — Все. Потому что те территории, которые потеряны для Украины временно, я надеюсь, мы что там, вы что-то слышите сейчас о Крыме или о жизни Донецка оккупированном? Кто-то что-то слышит? Да нет. Вот включишь русский телевизор, там они, а-а-а-а, там, это украинская армия там с американскими там винтовками что-то там плохое делает. Но территория много лет контролируется Россией, тишина, хотя там полная. — А я правильно понимаю, что вы тоже за Порошенко? — Вы знаете... — Хотя вы не можете так высказываться. — Я подумаю еще, у нас до 31 марта есть достаточно много времени. Это первое. А второе, если говорить о лично моих взглядах, то вот критерий будет первый. — Кто обеспечит безопасность? Это я спросил о личной позиции Романа Цымбуляка по поддержке. — Ну, у нас дело в том, что если я буду в России, то я не смогу проголосовать, потому что у нас не открываются сейчас избирательные участки здесь, поэтому... — То есть вы на эти выборы, скорее всего, не пойдете? — Ну, я подумаю, если, например, ну, я не знаю, как бы, я, конечно, патриот своей стороны, просто мне там, если, чтобы полететь на выборы через Минск, это как бы и расходы, и время, ну, то есть я не знаю. Мне надо посоветоваться с редакцией, если они скажут... — Оплатят, если они... — Нет, ну, тут даже... — Поезд в Минск. — Тут дело даже не в этом. Просто если, допустим, у нас будет, там, они, наша редакция пожелает иметь реакцию Москвы на выборы, то понятно, что мне надо будет работать. — Работа важнее, да. Что думаете про историю с Евровидением? — Как же так-то вышло, что ни одного участника, с которым вы договорились, не нашлось? — Ну, знаете, я стараюсь свою страну не критиковать, особенно находясь здесь, в Российской Федерации, но, если говорить так, по чесноку, то у нас там своих дураков тоже хватает. — Я прошу прощения, Роман, а вы здесь с какого времени работаете, напомните? — С 14 сентября 2008 года. — А вы при Януковиче тоже старались свою страну не критиковать, находясь здесь? Просто интересно, извините, что я... — Нет, конечно, нет, я объясню. Дело в том, что мой достаточно многолетний опыт показывает, что для Российской Федерации нет хороших президентов Украины. Ну, то есть Виктор Федорович, он же стал хорошим тогда, когда отказался от ассоциации, начал паковать вещи, как бы пережать в Ростов. Вот тогда он стал нормальным, легитимным, там, и всякое такое. А до этого и Виктора Андреевича Ющенко мочили тут по полной, и Федоровича мочили, немножко меньше в публичной стороне, но, как бы, вообще-то, газовый шантаж Владимира Владимировича довел правительство Януковича Азарова до того, до чего он довел. Это так, между нами говоря. Ну, а сейчас, после того, как Россия почему-то решила, что если у нас или там, или революция, или даже, как тут говорят, в государственный период, почему-то решили, что это основание, как бы, нападать на нашу страну. Тут вообще все понятно. Поэтому, это, вот, тот, кто, скажем, неподготовленный слушатель, вот, который меня вот слушает, как бы, сейчас он, Боже, подбыл, он, наверное, все-таки такой немножко порохобот. Хотя, на самом деле, это не так. Ваш словечко, у нас его даже не употребляют практически. Потому что, если можно такими категориями размышлять, то, ну, смотрите, у меня паспорт гражданина Украины, вот, у меня в кармане. Понятно, что я здесь, когда в такой агрессивной среде, в принципе, ну, ты все равно будешь склонен к тому, чтобы поддерживать президента Украины. И, мне кажется, тут противоречий никаких нет. Просто сейчас выборы, у нас там масса эмоций. Но, как институт президентства, я думаю, что все, если так много желающих его занять, значит, институт президентства у нас, в нашей стране, люди уважают. Вот. Вернемся к Евровидению. Я прошу прощения. Так и что с Евровидением. Ну, это такой, как бы, пример, что у нас своих дураков тоже хватает. Это те дураки, которые не пустили вот первую группу? Я считаю, что эта ситуация изначально немножечко глупая. То есть, мы прекрасно знаем, что представитель страны от Евровидения, он представляет государство Украины, является там послом, там, народная дипломатия, бла-бла-бла. Все это знают, как бы. И если для нас этот вопрос такой принципиальный, а он принципиальный, тогда с конкурсантами надо эти вопросы оговаривать заранее. Лично мое мнение, это не основание для того, чтобы не пускать человека на Евровидение, если он выступает в России. Потому что все просто, у нас это в законе не прописано. У нас свободная страна, и это не запрещено. Она с родину свою, Маруф, не продавала. То, что она считает, что в России живет 4 миллиарда человек, ну, это ее право. 4 миллиона, нет? Ну, не важно. Ну, как бы все равно, там немножко по цифрам не бьет, и в том и в том случае. Поэтому я считаю так. Просто что-то чисто косяк организаторов, которому на самом-то деле нет прощения. Потому что украинского флага не будет там, где он может быть. А я считаю... Главное, с Маруф так вышло. Есть же еще второе, третье. Что случилось-то? Не, ну, подождите. Уважающий себя артист, если он занимает второе место на соревновании, то есть он его не выигрывает, и ему по каким-то там оргвопросам предлагают, как бы, ну, давай, этих мы не можем пустить, поедешь ты. Ну, я бы, например, тоже отказался. Гордость? Ну, конечно. Чтобы ехать и представлять свою страну, надо выиграть на национальный отбор. Ну, мне кажется, это логично. Ну, тем более, там на фоне такого скандала, как бы, не очень. Поэтому я еще раз говорю, что это... Мне, например, больше всего обидно, что этот скандал, он вообще на ровном месте. Это можно было, ну, абсолютно избежать. И когда мы, так сказать, вступили в лужу, там, где этого можно было не делать, то это досадно. Хорошо. Тут служба информации поднесла нам сообщение о том, что Google сообщил об исправлении ошибки, как он сказал, при отображении Крыма на картах. Ну, у нас был здесь скандал. Володин сказал, глава Думы сказал, что отображается он как украинский. И, ну, у него, видимо, так открылось. Вот. И поэтому надо подумать, что делать с Google. Ну, теперь Google доложил нам, что в России он теперь показывается как российский, потому что мы работаем в каждой стране по ее законам. Так примерно сказал Google. Ну, Google молодец, потому что в Украине он отображает, как Крым украинский. Так что, вы знаете, вне зависимости от того, как отображает Google, статус Крыма от этого не меняется. Мы как считали эту территорию оккупированной с 18 марта 2014 года, так и считаем. Поэтому, знаете, тут, если там какой-нибудь человек с паспортом из Евросоюза говорит о том, что он Крым российский, тут из него делают национального героя. Но, по сути, когда люди в России пытаются найти обоснование, что мы аннексировали это по-честному, ну, это неправда. Просто на рекламу надо уже выйти. Как вам история с ополченочкой? Прекрасная история. Слушайте, эта история говорит о том, что Россия за годы оккупации Донбасса, ну, просто лишила людей всего. И это прекрасная инъекция на будущее от русского мира. Потому что я сегодня говорил, что, ну, почему никто не рассказывает, как там люди живут. О том, почему-то Россия контролирует территорию, но, если что, типа, у нас там нет, как бы. Ну, мне кажется, это как бы с точки зрения людей, которые там живут, ну, это как минимум подло. В общем, раз вы взяли ее, захватили ее огнем и мечом, в том числе жизнями заплатили российских солдат за это, ну, так снабжать ее на уровне Чечни, например, или Ростовской области. А что? Денег нет в России. Заберите у Тульской. В общем, мало регионов у вас. А если не можете содержать, как бы, тогда собирайте вещи и валите за поребрик. Ну, как бы, мне кажется, тут все четко. Но, с другой стороны, ну, это же, вот, как воспринять такого человека, вот, с точки зрения украинского патриота? Это же, ну, как бы, к вам пришел, хотя и к вам пришел, но он же все равно перебежчик, это же предательство. Подождите. Сегодня туда, завтра туда. Послушайте, послушайте. У нас в Минских соглашениях, о которых все жужжат, особенно в России, ну, рассказывают о них так, чтобы не остаться на территории. Так вот, там написано об амнистии. И эту амнистию он будет проводить государство Украины. В данном случае, если человек, как бы, осознал, я считаю, что он подлежит амнистии государствам Украины. Вот и все. То есть, если они все перейдут, то всех надо амнистиировать. И все осознают, все скажут, мы осознаем. У нас есть прекрасная программа. Алло, СБУ, дорога домой. И звонят. И возвращаются. Всех простим. Возможно. Это мы обсуждали историю ополченочки. Мы вчера рассказывали о ней с Романом Цымбалюком. Еще один был у нас вопрос от наших пользователей со вчерашнего дня. Ну, и опять же, вам контекст наверняка понятен. Каково быть пугалом Марии Захаровой? Вы знаете, у нас что-то последнее время с ней отношения не задались. И мне даже мои друзья, к мнению которых я прислушиваюсь, сказали, что не трогаю ее вообще. Но, по сути, я ее не трогаю, я описываю события, как они есть. А Мария Владимировна реагирует очень эмоционально. По поводу пугала, ну, знаете, это смотря с какой стороны посмотреть. Если посмотреть с высоты киевских холмов, ситуация, она не такая. Вас в Киеве часто называют каким-то там двойным агентом, предателем, еще что-нибудь? Нет. Вы же тут единственный на ток-шоу ходите. Слушайте, люди в целом, особенно те, которые ничего не делают, они склонны критически относиться к тем, кто что-то делает. Поэтому, ну, я не могу, как бы, реагировать на все мнения. Кому-то кто-то думает что-то так, кто-то думает, как ты ходишь на эти... И буквально 10 секунд остается на ответ. За выступление на ток-шоу платят? Мне нет. Роман Самвалюк, корреспондент агентства УНИАН, был здесь у нас в прямом эфире. Живым глазом, спасибо большое. Мы вернемся через 5 минут. Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на канал.